Друзья, посмотрела я сериал Сисси. Классный, конечно, люблю ее историю. Были в нескольких странах, на нескольких для нее значимых местах. Классный сериал, всего шесть серий. Мне понравился очень актер. Вот мужчина, хотя он просто маленький. Но приятная их пара. В общем, смотрите, она тоже такая достаточно приятная, хотя не моего типажа девушка, актриса. Но в общем, они очень приятные вместе смотрятся. Короче, достаточно интересно. Привет, друзья. Ну что, я вам никак не сниму свой подбородок. Сегодня, кстати, не обращайте внимания, я тут мочалка себе натерла красной, потому что, блин, делала массажи лимфодренажные с кокосовым маслом. И от него опять, мне кажется, какие-то прыщики пошли, как обычно. Хотя я его сразу тоником протирала, но, видимо, не спасает. Подбородок. Короче, подбородок сейчас выглядит так, все равно он еще висит. Я думаю, что это еще отек, хотя я, конечно, не знаю. Может, это просто висит подбородок. В общем, я делала в четверг, сегодня вторник. Вот, пришло еще неделя, конечно, не пришла. В общем, здесь, кажется, как будто меньше стало всего. Но вот эта вот, конечно, зона висит. Ну, посмотрим, как бы дальше. На самом деле, он все это время у меня еще побаливает. Знаете, так что процедура, конечно, не сильно из приятных. Сегодня я иду делать лазерную эпиляцию бикини. И мы будем убирать немножечко совсем центр губ, потому что он у меня по утрам, вот видите, опухает. Вот сейчас не так видно, короче, уже, но вот этот центр всегда у меня какой-то припухший, хотя здесь уже почти никакого аппарата, препарата нет. Но он у меня все время опухает. Короче, мы хотим его попробовать убрать. Так, показываю вам, как обычно, в прекрасном виде. Мне сегодня убрали немножко губой. Ну, в общем, что-то я опасаюсь, как бы у меня лишку не ушло, хотя совсем чуть-чуть убрали вот сюда. Убрать центр, наша свутопухшая в этом месте. Через дня, два-три, посмотрим, что будет. Ну, уходят, видимо, вот эти ткани, которые я не хотелось бы, чтобы там уходили. Поэтому не знаю, что получится. Будем наблюдать. Я ешка. Что, друзья, пока выгляжу вот так вот, со своими губами подздутыми. Как-то опасаюсь, конечно, мне кажется, что у меня ушло много вот с этой стороны больше, а с этой не очень много. Хотя посмотрим, потому что все равно кожа сейчас припухшая. И еще будет пару дней, я думаю, уходить. Вот. Главное, мне кажется, тут, короче, эта фронтальная камера сглаживает. Я думаю, что вот здесь будет складочка довольно заметная. Посмотрим, конечно, когда все сойдется, потому что я на самом деле забыла, что кожа тоже какое-то время потом сглаживается, да, как шарик, который лопается. Он такой скукоженный, то есть с губами, в принципе, происходит то же самое. Поэтому кожа должна, конечно, подтянутся. Будем надеяться, что, может, тогда будет им плохо. Но вот главное, чтобы теперь они были ровные. Ну, вот так вот происходит с Киолоруни Даза. Никогда не знаешь наверняка, куда она дарит. Кстати, я вам сегодня не рассказала еще про лазер. Я же первый раз ходила в Озерске на лазер. Второй раз вообще в жизни. А на бикирине я вам показала, конечно, как это работает на ноге. Ну, вообще, я делаю бикини. Вот, ну, самая напрягающая у меня волосатая часть. Остальные, как бы, я бритва и бреви, репеляторы, мне ничего не напрягают. Но на бикини очень сильно вырастают волосы, поэтому я решила уже кардинально их убирать. Ну, было довольно больно. То есть, сравнительно того, что мы делали в Голландии, это было достаточно ощутимо. Но там они используют какую-то ледяную насадку с гелем. То есть, когда она вводит, вообще очень холодно сильно. Она мне предупреждала, что будет очень холодно, но при этом боли так сильно не чувствуешь. Что здесь, конечно, у нас ступких насадок не делают, поэтому, ну, так достаточно больно. Хотя со временем привыкаешь, но так, знаете, все равно есть ощущение, конечно, что тебе что-то делают. Поэтому нужно было к этому привыкнуть, тем более на таких деликатных местах, конечно. Конечно, вот. Ну, мы дальше ходить посмотрим, какой будет результат. Ну, по цене, конечно, я дала 960 рублей. Там, по-моему, к этому, может, еще была акция чисто за бикини. Вот. В Голландии, конечно, я дала 55 евро. И это было, типа, еще дешево. Вот так вот. Вот так вот. Ну, что ж, друзья, я хотела вам рассказать краткую историю о знакомствах на тендере в России и о моих попытках. Никогда не сдавайте. В общем, у меня за миллиард, пяти миллиардов, не знаю чего, получился один матч. Симпатичный парень, по виду какой-то неместный. В километре от меня вчера. Я такая, уууу, она герба, ну, надо сообщаться. И, в общем, мальчик мне написал мяу. Да, с комментарием. Короче, написал мне мяу. И просто вчера у меня была в гостях племянница. Она постоянно ходит меня и тоже говорит мяу. Я ему написала, ну, ты прям как моя племянница со смайликом. Ну, то есть, нормальный человек хотя бы спросит тут. Почему? Не знаю. И он, короче, полдня думал, что мне ответить. И в итоге он меня разоммечил. Он меня удалил из мяча, друзья. Конец романтической истории. Я не знаю, что мужчины стали такие ранимые. Это просто уже какой-то анри. Вообще говорят, что нужно общаться как-то интересно, с юмором, весело, с подколами, с подъежами. Что было интереснее, что было вспоминающейся. Но я не знаю, как общаться. Потому что даже мой лайтовый прикол никто не понимает. Доброе утро. Вот так вот выглядят мои брови. Я вообще хотела показать не брови. Показать, я вам хотела, мой подбородок. Сегодня ровно неделя, как и сделали политики. Ну, отек по-прежнему не спадает, мне кажется. Или я стала еще более жирной. Я не знаю. Теперь, мне кажется, еще более сильно, конечно, отекает это место. Я и так всегда отекшая с утра. Вот, кстати, делаю всю неделю массаж лимфодренажный. Губы, кстати, губы вот такие у меня сейчас. То есть, теперь эта губа чуть поменьше, а эта чуть побольше. Появляется, знаете, больше проявился вот этот у меня домик теперь здесь. Как мне кажется. Вот. Но тут все равно более пустая. Короче, теперь морщинки еще больше все проявились. Но вам не очень видно, потому что опять же сглаживает камеру фронтально. Короче, губы пока вроде ничего, еще терпимо. Дорогие друзьяшки, доброго дня. Я уже вот накрашена, даже уже вечерочка у нас уже к вечереет, вечереет. Такой у меня сегодня макияжик. Вот у меня девушка, одна моя подписчица, кстати, меня успокаивает. Тут косметолог периодически, что все нормально, эти отеки, это нормально. Вот. И что надо больше пить. У меня же есть соленого, с чем у меня тоже проблема. Что типа если есть отек, значит средство работает. Так что, но паник. Ну, в общем, я, конечно, паникую немножко. Вот. Но надеюсь, что будет лучше. Вот. У меня сегодня такие вот фибросилеты. Что, у меня тут синяк, что ли? Браслетики такие вот каринки на сегодня у меня. И, в общем, сегодня такой у меня лайтовенький, достаточно макияжик. Вообще, я делаю всю неделю макияж. Я говорила, нет, одной палеточкой. Naked Heat. Одна из моих любимых, кстати, вообще палеток. Вот. Снимаю Rills. Такой недельный. Что потом выложить. А, что я хотела сказать? Во-первых, хотела сказать, что я досмотрела наконец-таки Венздэй. Мы смотрели, у меня здесь малешка. Она уже раз возьму, говорит, смотрела. В общем, я хочу сказать, на самом деле, что мне очень понравился Венздэй. Офигенный сериал. Кто не видел, кто думал, что это такой, типа, бэйсик. Ну, типа, фигня, которая смотрится, там, подростки. Такое, если, знаете, посмотрите. На самом деле, мне очень понравился лично. Еще я посмотрела сериал. Как же он назывался, друзья? Однажды. Нет, не однажды в Италии. Мне его советовала брат и жена. Сейчас скажу. Вы знаете? Да что ж такое? Сделано в Италии, вот. И мне его брат и жена советовала. Я как-то начала его смотреть. Меня он не так зацепил. Но под конец уже первого сезона, как бы, уже я как-то к нему привыкла. Знаете, такой сериал, который не то, что вот прямо ты сидишь и хочешь его смотреть, не отрываясь. Он такой, лайтовый достаточно, да? Ну, как бы, то есть, как сказать, не сильно активный, что что-то постоянно происходит. Такой больше показывают, как бы, сценки из жизни, там, каких-то 60-х или каких-то, не помню, годов. В Италии о моде, о журнале модном. Вот. И, ну, потом ты к нему привыкаешь, как будто это уже часть твоей жизни. Он закончился, теперь я думаю, что мне какой новый посмотреть сериал. Вот. Или фильм. Кстати, губы посмотрите у меня. Вот теперь вот это, вот я уже говорила, я не стала более четкий. Вот этот треугольничек. По 2-3 недели жду. Пока губы восстановятся, после этой процедуры, и потом уже буду смотреть. Дальше будем с косметологом думать, еще подубрать. Или не поубирать. Заполнить ли немножко новыми. Или нет. Но я смотрю, что у меня центр реально, знаете, подосвободился. Потому что у меня теперь, как бы, вот реально центр полупустой. И губы у меня вот тут, наполненные по бокам. Такая вот эта вот, не знаете, губа. Ну, короче, мне нравится такой эффект. Как бы новая немножко форма губ появляется. То есть, вот это вот место пустое, а здесь вот, короче, наполненное. Вот. А, еще я сегодня купила, кстати, новую продукцию попробовать. У меня потому что кончается тушь, кончается полу. Кстати, помните, я у меня себе вот эту тушь демоску, вот эту вот. Вот такую, смотрите, как у нее облупился. Как бы облупилась упаковка. Вы знаете, она изначально очень крутая. Но когда она начинает уже стареть, эта тушь, ну, как бы уже кончаться, она начинает уже подсыхать, ложиться больше комками и обсыпаться, короче. Поэтому я уже даже не знаю, советовать вам или нет. А сегодня я взяла попробовать новую тушь Estrada Enigma. Мне у Estrada я несколько тушей брала. Мне кажется, уже штуки 2-3 разных пробовала, и они мне все нравились. Поэтому я решила взять такую. Она идет силиконовой кистью, но она идет длина и подкручивание. То есть, я думаю, что объема сильно не будет. Я, конечно, люблю еще, чтобы был объем. И я чуть другую не взяла. Мне причем девушка говорит, да-да-да, она точно идет силиконовой кистью. Потому что у нее не было тестера. Но я в интернете полазила и поняла, что она идет не силиконовой кистью. Потому что я чуть не в паре. Не тут уж. Поэтому взяла вот это, короче, попробовать. И взяла подводочку Art Visage. Мне кажется, когда-то она у меня была. Вот. Вообще, мне очень нравится подводка. Сейчас, если вот она. Кстати, Luxe Visage. Значит, мы не там смотрели. Вот, блин, а. Я думала, что это Divas. И, в общем, мы искали эту подводку в Divas. Мы уже не нашли. И девушка говорит, нет-нет, это Divas. Но ее, похоже, больше нет. А теперь я смотрю, что нифига это не Divas. А это, девочки, Luxe Visage. Mad Tattoo. Вот, очень хорошая подводка. Но она у меня кончается. И, на самом деле, она уже давно у меня. То есть, месяца, наверное, 4. Как минимум, она у меня уже есть. И до сих пор она еще красит. Но уже так, знаете, не так активно. Вот. Ну, короче, взяла все равно подводку. Попробовать Art Visage. Кстати, друзья, недалеко отходя от кассы подводка. Подводка турацкая. Во-первых, она рисует нежно-черным, таким сероватым, очень лайтовым. Во-вторых, прошло, не знаю, недели, может быть, 2 с момента, как я ее купила. И она у меня высохла. Вот. Сегодня я хотела ей порисовать. Возможно, она где-то была полуоткрытой, но это не точно. Буквально недолго. Ну, короче, она уже вот сухая, практически не рисует. Так что подводка Art Visage, Cat Eyes не рекомендую. А тушь, которую я купила, тушь хорошая. Тушь очень мне понравилась. Ее я советую. Вообще, скоро мне придет много косметики. Ну, не то, что прям много, но достаточное количество косметики. Поэтому я уже excited. Будем пробовать с вами вместе новый косметосик. Субтитры сделал DimaTorzok